Время новостей на информационном канале Севастополя в студии Ирина Львова. Россия отметила День защитника Отечества. Традиционно поздравления в этот день принимали солдаты и офицеры российской армии, ветераны боевых действий и все мужчины страны. Торжества сегодня прожили во всех городах России. Для севастопольцев и гостей города в этот день подготовили обширную программу. В половину второго в сквере Екатерины Великой состоялось торжественное построение подразделений самообороны и севастопольского казачества. Затем колонна направилась к площади Нахимова. Там городские власти, командование флота, ветераны войны и духовенства возложили цветы к мемориалу героическим защитникам Севастополя. Анна Малышка продолжит. 23 февраля в России День защитника Отечества. Что значит самоотверженно отстаивать интересы своей родины и не предавать идеалы великой страны, Севастополь показал в прошлом году. Ровно год прошел с митинга народной воли, когда весь город громко и в едином порыве сказал свое слово. И вот самооборонцы снова встретились уже в российском мирном Севастополе. Вспоминали, как все начиналось, как год назад вместе стояли на блокпостах и площадях. Нас пригодили со стороны, так скажем, с Украины, что к нам приедут и будут беспредел какой-то устраивать. Мы решили защитить свой город, Севастополь, чтобы не было такого беспредела. Не замедали, мы стояли за то, чтобы мои дети не знали того, что я не ожидал, что отец мой прошел войну. Вот, и пришлось и мне еще поучаствовать. Мы собрались не в марте, когда распалась Украина, мы боролись за это все 23 года. Ни в коем случае никакого разочарования даже. Ну, конечно, есть какие-то трудности. Мы никогда не питали иллюзией, что в России там все прекрасно. Вот, мы понимаем, что есть свои сложности, но Россия – это наш дом, это наша родина, мы все русские здесь. Участники теперь уже исторических событий. Самооборонцы и казачество с медалями за возвращение Крыма на груди. Шествуют от памятника императрице Екатерины до площади Нахимова. До этого по улице Ленина прошла мотоциклетная колонна. 23 февраля во флотском городе отныне большой двойной праздник. Участники шествия присоединяются к руководству города и возлагают цветы к мемориалу героическим защитникам обороны Севастополя 41-42 годов. С этой минуты до дня Великой Победы советского народа над фашистской Германией остается ровно 75 дней. На главном экране города начинается обратный отчет времени. Часы ежедневно будут приближать горожан к 70-летию Победы. А тем временем на сцену поднимаются участники прошлогоднего митинга. На площади, как и ровно год назад, тысячи горожан. Губернатор Сергей Миняйло, вице-адмирал в запасе. По случаю праздника в военной форме благодарит Севастополь за мужество. Вообще 23 февраля в Севастополе всегда праздновали. Но это был так вот. Власти закрывали на это глаза, а праздник проходил в народе. Сегодня это общероссийский праздник, День защитника Отечества. Раньше это был День Советской армии военно-босковского флота. С праздником всех. А для Севастополя 23 февраля, год назад, все севастопольцы, независимо от воинского звания, занимаемой должности, встали на защиту своего города, своей родины России. Как справедливо заметил Сергей Иванович, этот праздник всегда в Севастополе праздновался с особым чувством. Но без сомнения, после событий, которые прошли в прошлом году, будем праздновать не только День Советской армии военно-босковского флота или День защитника Отечества, но и будем праздновать День начала русской весны, потому что я думаю, что значимость историческая этого события, она очень существенна. Создана группировка в Крыму, достаточная для решения любых поставленных задач. Мы надежно прикрыли Крым и южное направление России. Я 7 лет жил вашим городом. Он изменил всю мою жизнь. Не только даже мою, ночных волков. Он изменил всю жизнь вообще России. Знаете, Севастополю предстояло выполнить особую миссию. И делая бойк-шоу в Сталинграде, я тогда чувствовал, что Севастополь изменит ход истории так же, как изменил его Сталинград в прошлом веке. Я хочу вам сказать спасибо, Севастополь. Спасибо за то, что вы научили Россию любить Родину. Анна Малышко, Виталий Козловский, информационный канал Севастополя. В День защитника Отечества боевые корабли Черноморского флота были открыты для посетителей. Посмотреть на них изнутри мог каждый. Из желающих попасть на экскурсию получилась длинная очередь. Сюда пришли не только севастопольцы, но и жители многих других городов Крыма. О задачах боевых кораблей люди узнавали из первых уст. Экскурсию проводили члены экипажа. Ракетный катер, морской тральщик, три противолодочных корабля, пять боевых единиц. Такая техника сегодня была в центре внимания не только севастопольцев, но и гостей города. Ради такого зрелища съехались жители всего Крыма. Мы с Евпаторией приехали с детьми. Первый раз на таком корабле специально ехали, чтобы вот это все посмотреть. Мы крымчане, мы здесь родились, но и для нас вот это настолько все дух захватывает от этого всего. Впечатление очень радостное. Горд за нашу сторону. Я служил в наземных войсках, а на аэродроме, короче говоря, и с военно-морской техникой, они знакомы. То, что я сейчас увидел, впечатлило. Экскурсии провели члены экипажей и рассказали об арсенале боевых единиц. К примеру, большой десантный корабль «Цезарь Кунников» только после ремонта. Поэтому все механизмы полностью исправны и, по словам команды, машина обрела вторую жизнь. На ее борту установили мощный ракетный комплекс с дальностью боя в 20 километров. Сейчас здесь служит 99 человек. На палубе такого корабля можно и заблудиться, говорят люди. Корабль очень интересный. Я впервые на этом корабле. Да, Никита, тебе понравилось? Впечатление очень положительное. Никита у нас мечтает моряком быть. Мы его в Нахимку хотим отдать нашу. Он очень неплохо смотрится в форме военно-морской. Здесь пару фотографий семейных. Тем временем на площади Нахимова проходит выставка боевых машин, где дети не только смотрят на КамАЗы и БТРы, но и лазают по ним. А родители, пользуясь случаем, фотографируют. Я на танке. А что тебе здесь понравилось? Ну, тут очень... Он такой красивый, такой военный, такой мощный этот танк. Мне вообще понравилось, что меня вообще разрешили на этот танк залезть. Это такой большой шанс попасть туда. Ну, вообще техника хорошая, крепкая. Праздник в разгаре. И пока дети заняты делом, мамочки не упускают возможности поздравить мужчин с Днём Защитника Отечества. Чтобы мужчины наши такие же оставались мужественными, чтобы вот этот вот дух никуда не девался, не уходил. Чтобы мужчины наши оставались мужчинами, нашими защитниками. Анна Козлова, Наталья Бабкевич, информационный канал Севастополя. Сегодня у православных христиан начался Великий пост. Он важнейший из многодневных постов, предшествует празднику Пасхи и длится 40 дней. Его соблюдение подразумевает строгое телесное и духовное воздержание. Верующие отказываются не только от пищи животного происхождения, но и от вредных привычек и греховных мыслей. Это время особенного покаяния и усиленной молитвы. В торговом зале на улице Пожарова очередная ярмарка продуктов пчеловодства. Ассортимент товаров богат и разнообразен. Широкий спектр сортов меда и апипродукция. Выставка продажи началась на Масленицу. И хотя праздник уже закончился, акция продолжается. Кубань, Алтай, Крым. На прилавках в торговом зале разнообразие сортов меда. Около 15 видов пасованного и столько же развесного. На последний действуют скидки. Сейчас у нас представлены различные сорта развесного меда из Крыма и других частей России. По цене от 199 рублей за килограмм. Масленицу с медами и блинами Зинаида Никифоровна пришла за угощением для родных. Делится. Балует родственников не только по праздникам. Сюда за продуктами пчеловодства приходит уже не первый год. Не пропускает ни одной акции. Участвует в розыгрышах и весьма успешно. Уходила с подарками. Сегодня с медом. Блинов напеку и с медом все. Я и разнотравья брала. И вот сейчас я взяла гречичный. Он пахнет очень. Липовый брала. Очень хороший. Душистый, хороший мед. Нравится. Не дня без меда. Просковья Дмитриевна сама когда-то была пчеловодом. 15 лет посвятила нелегкому делу. Толк в этом знает. В качестве того, что покупает, тоже. Хочу сказать в отношении меда, что он без особых примесей. Его можно покупать и на здоровье кушать. Мед я ем постоянно. Не только масленицу. Но это очень полезно и очень вдохновляет. Наряду с ярмаркой меда в торговом зале работает пчелиная аптека. Медовые смеси, бальзамы, сиропы для укрепления иммунной, эндокринной систем, лечения заболеваний и профилактики организма. Это природная продукция. У нее нет побочных явлений. Она не приносит вред. Она приносит только пользу. Если у человека есть аллергия на мед, это бывает крайне редко, тогда может, а так в принципе нет. Если острые заболевания, то все-таки нужно обращаться в больницу. Но если хроническое заболевание или терпимое, то травы и особенно апипродукты – это замечательно. Медовая ярмарка по адресу Пожарова, 21, остановка Галины Петровой продлится по 26 февраля включительно. Торговый зал казацкого меда работает с 9 часов утра и до 5 часов вечера. Ольга Деменчук, Наталья Попкевич, информационный канал Севастополя. На этом у меня пока все. Я с вами не прощаюсь. Увидимся менее чем через час.